Друзья, всем привет! Сегодня в новостях. Канцлер Австри назвал неудачливыми страны ЕС, отказавшиеся от российского газа. Вот мне нравятся отдельные европейские политики. Сегодня кричат, что нужно срочно отказываться от всего российского и вводить 100500 пакетов санкций, на следующий день начинается прозрение и заявление, мол, сотрудничать нужно. А еще чуть позже начинают крутить пальцем у виска и говорить про неудачливые страны Европейского Союза, которые отказались от российских энергоресурсов. Думаю, никому не нужно напоминать, что поставки российского трубопроводного голубого топлива, на долю которого приходилось порядка 35% общеевропейских закупок газа, значительно сократились и, казалось бы, сейчас наступит для европейцев счастье. Ведь именно это им обещали из Вашингтона, однако прекрасное оказалось далеко. Австрия все объемы потребляемого газа приобретала у России, да и сейчас, в принципе, ничего не поменялось. Газпром исправно поставляет ресурс по контракту, а Венна добросовестно оплачивает поставки в российских рублях. И вот канцлер Австри Карл Нихаммер в интервью немецкому изданию Die Welt заявил, что его страна не намерена отказываться от закупок российских энергоносителей. К такому выводу он пришел, когда посмотрел на состояние дел в экономике у своих неудачливых северных соседей, отказавшихся покупать российский газ. Отвечая на вопрос журналиста, мол, это же зависимость от русских, как вы собираетесь от нее избавляться? Нихаммер заявил следующее, российское сообщение по газопроводу с востока на запад, это исторически сложившаяся связь. Несмотря на все, кризис в Чехословакии, Афганистан и так далее, поставки газа никогда не ограничивались. Выходит в истории про грязный и неэкологичный газ, ненадежность, как поставщика, это все сказки Венского леса. Австрийский лидер просто посмотрел на своих соседей, ты у помощь по энергоносителям, а лучше сказать ее отсутствие, со стороны США, который обходится в разы дороже и понял, что лучше пускай его немецкие журналисты критикуют. Чем местные предприятия будут искать более выгодные для себя условия пребывания и работы? Долгие годы Европа была главным торговым партнером России. Причем с большим отрывом от других стран, с которыми мы торговали. Даже от Китая. Когда товароборот с Китаем только достигал 100 миллиардов, с Европой был уже 270 миллиардов. И вот как на Россию посыпались санкции целыми пакетами, на свет божий вылезли западные и стали пугать, что все пропало, ведь Европа наш незаменимый торговый партнер. Начали заявлять, что Европу не заменить даже при всем желании, потому что трубы с газом все туда проложены, а в Китай всего одна. И что они без нашего газа как-нибудь проживут, а мы без Европы – нет. Еще нам стали предрекать, что мы попадем в зависимость от Китая, став его младшим братом, и что эта зависимость будет ничуть не лучше, а может даже и хуже. Наконец, стали злобно хихикать, что, дескать, теперь нашими лучшими друзьями станут страны третьего мира вместо столь уважаемого золотого миллиарда, частью которого мы так и не стали. Миф о нехватке труб в другие страны для начала хотел бы разоблачить миф о незаменимости Европы и проложенных туда трубах. Действительно, в Европу у нас проложено много газопроводов, а прокладывать новые в другие страны, которые хотят с нами торговать – это годы труда. Первые трубы были проложены в Европу еще при СССР. Вот и делайте выводы, сколько нужно времени, чтобы разработать и реализовать аналогичные проекты. Европа начала задумываться о самом страшном – о глубине той ямы, которую заманили их США. Чего им стоил разрыв отношений с Россией? Они, кажется, начали сознавать, а теперь вдруг задумались, а можно ли будет их починить, и ужаснулись. До сих впервые дошло, что предусмотрительный гегемон отнюдь не только трубы газопровода взорвал, чтобы отступать было некуда, но и еще много чего предусмотрел для Старого Света, если отменит санкции. «Проблема заложена в самой процедуре принятия санкционных решений. Как для ведения санкций в действие, так и для абсолютно любого решения об их отмене в Совете ЕС должно быть принято единогласное решение», рассказал журналистам дипломатический источник в миссии одной из европейских стран в Брюсселе. «Все дело в том, что санкции приняты таким образом, что их отмена должна будет проходить аналогичную процедуру, то есть единогласное голосование. И если хотя бы одна из 27 стран Евросоюза проголосует против отмены, то санкции останутся в силе, а отмазываться они будут очень красиво, мол, мы тут понесли ущерб, надо оплатить, а они не хочут нам этот ущерб возмещать, короче, все поняли». Особенно все это будет актуально в случае расширения ЕС за счет новых стран, вот уж с ними будет в жизни не договориться. «Браво Америке, ловко все продумала, а вот Европа, что же, пусть страдает, если уж она именно такой путь для себя выбрала?» Впрочем, надо признать, Америка из собой обходится столь же безумно, штаты продолжают самозакапываться. Новый закон, схожий с законом Калифорнии, был принят во Флориде, он запрещает нанимать китайских студентов и аспирантов на работу в научных лабораториях государственных вузов. Эта мера также включает запрет на предложение работы гражданам Китая и еще шести стран, вызывающих озабоченность, включая Россию. Кроме того, теперь наим студентов и аспирантов из Китая требуют специальной процедуры утверждения со стороны государства. Однако, неясно, кто и как будет проводить эту процедуру, так как остается вопросом, какой чиновник будет готов подписать бумагу, подтверждающую безопасность конкретного студента или аспиранта. Впрочем, можно не сомневаться, что, учитывая характер отношений между США и Китаем, чиновники будут запарывать всех подряд. Все это свидетельствует о том, что великий насос, перекачивавший мозги из России, Китая, Индии и других стран, вот-вот остановится, а ведь именно на нем базировались американские технологии. В любом случае, поздравляем США, они отлично справляются с задачей по ухудшению собственного будущего. А Германия тем временем, как самая бедненькая, видимо, первая и не выдержит, сворует таки наши активы и тоже саму себя закопает этим решением. Юридический департамент Генеральной прокуратуры ФРГ представил свои доводы в судебное заседание, в которых обосновывается необходимость конфискации активов некоего российского финансового учреждения. Эта мера предпринимается в связи с, якобы, попыткой нарушения эмбарго, установленного законом о внешней торговле и платежах Германии. Весьма серьезная сумма, превышающая 720 миллионов евро, заморожена на счете этого финансового учреждения, который находится в банке во Франкфурте-на-Майне. Конфискация этих средств имеет двойную цель. Во-первых, строго соблюдение действующих законов страны в области торговли и платежей, на что и ссылаются власти. А во-вторых, пополнение государственного бюджета Берлина, что имеет место в реальности, они же такие бедненькие теперь. Генеральная прокуратура ФРГ намерена достичь своей цели через наложение конфискации на остаток средств. Холодный ветер с востока, Пекин начинает забывать о дружбе с нами. Споры между экспертами, как оказалось, возникли не на пустом месте. Они все чаще говорят о том, что между Москвой и Пекином появилась некая прохлада в отношениях. И связана она с тем, что есть недоговоренности по линии экономического взаимодействия. Речь, по их мнению, заходит даже о разногласиях, которые видны глазом. Например, проблемы с платежами через китайские банки или определенные соглашения с США. Все это эксперты подмечают и выдают, как повод для расхождений во взглядах. Они утверждают, что между Москвой и Пекином были договоренности быстрой фазы и достижений целей без ущерба для мировой экономики. То есть никто тогда и не думал, что все затянется и определенный негатив ляжет на плечи всех заинтересованных лиц. Иными словами, Китай, по мнению экспертов, понес потери от застопорившейся торговли с Европой. Ведь ЕС сейчас вынужден тратить, а значит не может в прежних объемах покупать китайские товары. Кроме того, воспользовавшись моментом, туда вклинились США, переманив на свою сторону крупный европейский бизнес. Ситуация в экономике ЕС, мягко говоря, оказалась проблематичной. И это здорово отразилось на геополитических планах Китая по освоению новых рынков сбыта. С одной стороны, протянув в России руку помощи, он не может отказаться от своих слов поддержки. А вот с другой, у него проблемы с ЕС, так как рынки сбыта накрываются медным тазом. Да и с получением не все так просто. Возможно, что Пекин хотел предложить ЕС более выгодные условия экономического сотрудничества, но из-за поддержки Москвы в Европе приняли решение связать себя еще более крепкими узами с США. Ну, а те быстренько подсуетились, убрали северные потоки и подсадили на свой дорогущий природный газ. В общем, получается, что Китай хотел реализовать собственные планы, а в итоге вынужден экстренно решать возникшие глобальные проблемы. Но опять же, это мнение экспертов, и они сходятся на том, что Пекин не может отвернуться от Москвы по объективным причинам. Вот смотрите, ресурсы для производства большого количества товаров есть у России, она рядом, вся ей логистика готова, есть определенные договоренности, есть спрос и предложения. Но вместе с тем наша страна не может приобретать у Китая столько товаров, сколько он производит на своих заводах. В США свои проблемы такого же характера, они точно так же ищут рынки сбыта. Пекин рассчитывал на Европу, так как там более-менее платежеспособная аудитория. Но пришлось пересмотреть свои изначальные планы и поддержать нас.